ГТО на голове подарунок кому? Рыгору Азаронку. З нагоды? З нагоды Вильвинского прайду. Еще особное привитание Олегу Гайдукевичу. Как вы считаете, это ЛГБТ пропаганда или нет? Определенно нет. Это ЛГБТ пропаганда? Нет. Это демонстрация любви и свободы. Это организация толерантной молодежи, которая выступает за равенство прав всех людей, которые любят. Ужас. Я стала лесбиянкой, как только увидела все эти флаги. Потому что это движение во всем мире есть, и от этого никуда не деться просто. И я, в принципе, очень нейтрально отношусь. Есть такое явление, но и пускай оно будет. Ты не едешь? Нет. Тут очень много натуралов, и мне это нравится. Все ходят, улыбаются. Клевые ребята. Вы как считаете, а морально это или нет? Нет. Власти наши хотят хоть кого-нибудь и готовы презирать всех. Главное, чтобы было вокруг кого объединять народ. Вокруг ненависти к кому-либо. А прайды как раз таки показывают, что ты можешь быть собой, любой может быть собой, его могут признавать в этом обществе. Он может добиться защиты своих прав и делать то, что он считает для себя важным и нужным. Поэтому, если есть прайды ЛГБТ, значит, могут быть прайды любых других сообществ и групп. Это про свободу, про жизнь, про то, что каждый может делать, что хочет, если это не вредит другим. Я лечу, что это соправданная вольность. Это огромный позитив, это во-первых. Во-вторых, если мы говорим, что мы хотим строить новую страну, где каждый человек равен другому, то это необходимо. Это рефлексия, это нужно прорабатывать, это нужно показывать. Я не вижу в этом ничего плохого. И ничего аморального? И ничего аморального. Любому авторитарному государству, любой диктатуре выгодно прятать людей, прятать людей, кого они обязаны защищать, помогать, прислушиваться к их мнению, к их потребностям. Поэтому люди с инвалидностью в Беларуси заперты в своих квартирах, им некуда пойти. Люди пожилого возраста, они как будто бы абуза для общества, их тоже можно редко увидеть в кафе или в театре. Точно так же ЛГБДК плюс люди. Гораздо проще спрятать таких людей, а как сейчас режим показывает, гораздо легче посадить всех таких людей, представителей и представительниц уязвимых групп, но не решать вопросы. За что они борются? За права человека, что каждый может выражать свои мысли как хочет, быть с кем хочет. А вы Беларусь? Да. А вы бы хотели, чтобы вот такие прайды были в Беларуси? Да. Спасибо. Я считаю, это вообще православный праздник должен быть. Да. Почему? Ну, это богоугодное дело. Люди счастливые, все радуются. И Господь такой, ебитесь! Я даже не знаю, какое вот, какое-то социальное, как говорится, ну, какое-то влияние, может быть, оказать этот парад, ну, на какое-то, ну, массовое, ну, может быть, ну, какую-то пропаганду. Да нет, каждый выбирает то, что… Здесь я как понял, что эти парады у нас устраиваются лишь потому, что хотят узаконить закон о партнерстве. Это сатанинская пропаганда. И мы должны покаяться в своих грехах, чтобы принять нашего Господа Иисуса Христа. И будем спасены. И войдем в Царство Славы. Только Мессия может спасти нас от грехов. И теперь пришло время покаяться. Потому что суд Божий грядет по всей Европе и по всему миру. Это аморально? Да. Это распущенность. И распущенность никогда не сможет победить. Святость всегда должна побеждать. Иисус Христос уже победил на кресте. И теперь пришло время, самое подходящее время по-настоящему раскаяться. Примите его любовь и будьте святы. Но без святости никто не увидит Господа. Это парад гордости. Я очень горжусь тем, что участвую в нем. Потому что любовь есть любовь. Любовь есть любовь. Это именно то, что написано на моей майке. И это то, что я имею в виду. Да. Любовь есть любовь. Как вы знаете, Белоруссия считает, что подобные парады это аморально. Что вы думаете про это? Слушайте, обидеть Джонс в домах это нормально. Типа лучше давайте любить просто один одного. И быть классными ребятами вместо того, чтобы бить по домам своих жен. Спасибо. И насиловать политзакриченных в тюрьмах. Это аморально. 10 лет назад тут было пуча полиции, гомофобов. А сейчас все на расслабоне классно. 10 лет? 10 лет назад было еще очень хреново. И тоже били, были какие-то столкновения радикальные? Да, да. И там обливали, обкидывали. А сейчас все спокойно, классно. А как считаешь, это ЛГБТ пропаганда или нет? Конечно, это пропаганда в правильных целях, чтобы со временем. Видишь, 10 лет прошло, уже люди, гомофобии меньше у нас, например, в стране. Твое отношение к этому вообще? Что эти брайды с собой несут? У них очень много этих. В этом году они там несут много этих разных сообщений. Нужно поинтересоваться просто. Ну, я только поддерживаю Sky Lucy. Слишком разные иллюзии. Разные по возрасту, разные по полу и так далее. Есть в этом что-то плохое? Ничего плохого. Это не пропаганда. Что это такое? Это просто прогулка. Гордая прогулка ради любви. За качество и радость. Вот и все. Давайте праздновать. Спасибо вам. Это поддержка самых разных людей. Кто бы ты ни был. На что бы ты ни был похож. Это просто прогулка поддержки. Да, да. Нам это нравится. Что именно? О чем вы? О чем это? Какой смысл этого мероприятия? Я не знаю, потому что я говорю английский очень хорошо. Я не знаю, потому что я говорю английский очень хорошо. И я тоже. Мы из Ирака. Мы живем здесь. Мы получаем президент в Литве, потому что относимся к ЛГБТК. Вы любите это? Да, я люблю. Это не пропаганда. Они люди как и все, но я не вижу разницы между собой и ими. Только одна вещь, что мне не нравится. Зачем лозунг «Let's demonstrate», демонстрируемся. Так я женщина и я буду выходить на демонстрацию и демонстрироваться, что я женщина? Это очень странно. Этим они сами выделяют себя из общества. Я считаю, что это пропаганда. Но, например, я придумаю, что я люблю заниматься сексом только с тремя девушками, да? Ну и групповой, например, люблю. Я придумаю свой флаг. И что мне его сейчас нести на улицу и всем говорить, что вот это мой флаг и я буду пропагировать это. Это же сексуальные вещи. Сексуальные вещи, они должны быть дома, у кровати. Вот этот флаг, да? Шесть цветов, да? Пускай дома висят. Я знаю немало и геев, и лесбиянок, и бисексуалов. Проблем нету с этими людьми. Пока не началась эта пропаганда, что у нас по телевидению показали одну передачку, где две ЛГБТ девушки детям от 6 до 8 лет, да? После всего объяснения, что такое ЛГБТ, дали домашнее задание поцеловаться мальчик с мальчиком, девочка с девочкой. Это по национальному телевидению. Уж извините, но, во-первых, я против сексуального контекста для детей, да? Не важно, это традиционная ориентация или нетрадиционная. Сексуальные вещи для детей рано. Пускай они играют в свои бойнушки, пускай играют с куклами. Если кто-то из мальчиков играет с куклами, а девочка с автомобилями, никаких проблем. Они сами выбирают. Но пропаганда, это не то. Сам парад, красиво. Вот Love Parade в Берлине, да? Супер! Почему не Love Parade? Почему? Только одна ориентация. Почему не любовь для всех, да? Вот если бы изначально. Потом. Сами эти парады, они более всего никого не раздражали сильно. До тех пор, пока ЛГБТ не нарушила свое же слово. Они нам говорили, что пары, которые не могут дождаться детей. То есть мужчина с мужчиной дождаться детей не может. Женщина с женщиной дождаться детей не может. Они не будут претендировать на отнимание детей для себя, да? Но сегодняшний прайд, вот именно сегодняшний, выдвинул четыре требования главных, да? Из них два, против которых я иду. Два мне нравятся. Отлично. Пускай они будут. Да, я согласен. Против двух каких? Против двух. Первое. Они требуют, чтобы можно было усыновлять и удочерять детей из других семей. То есть они не могут дождаться, значит они будут забирать. При том финансировании, которое евреи дают сейчас повсемирно, да? Вот этому движению короне и так. Ну много тут вещей финансирует сейчас эта национальность, да? При этом финансировании они смогут отнимать детей и смогут их забирать себе. Это нормально. Они смогут себе позволить. При миллионах. Я за миллион любого могу купить, да? Это первое. Они нарушили. Они обещали, что не будут усыновлять. Сейчас уже требуют. И второе. Это самое, самое страшное. Они требуют, чтобы был в Литве, чтобы убрали закон о жилинга и таковой кампф. Жилинга. 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 Требуют убрать закон, запрещающий плохую информацию для детей. Ну не плохую, как это слово по-русски? Опасную. Опасную информацию для детей. Они требуют убрать этот закон. Понимаете? Значит, для детей будут... Н-18 будет уничтожено. Буква С у нас с аугустем. Для взрослых. В значит. У нас вот это все будет уничтожено. Значит, все фильмы, все вот эти насилие и так далее. Убрав для этих, для этой общественности, убрав закон, он будет убран для всех. И тогда будут вот фильм «Чужие». Вы смотрели? Да. Черт его бери. Он страшный для взрослого. Если его увидит ребенок, это будет капец. То есть вы конкретно против этого? Да. Вот эти две вещи меня очень сильно... А два пункта вы поддерживаете? Два пункта я. Это только мое личное мнение. ЛГБТ люди существовали всегда. В старые времена, с римских времен, когда они были на высоте, потом они немножко отошли. Но они всегда есть. Да? И пускай они будут. Чтобы они были, это никаких проблем. Они же рождаются некоторыми такими. Некоторые меняют для разнообразия. Это их проблемы. Держите это дома. Это дома. Никаких проблем. Я, например, не кричу, что я только гэнгбэнги люблю или там еще что-то. Но я об этом не кричу. Спасибо вам за результаты. Спасибо. И удачи вам в боях за погоню. Пускай погоня вернется. Это наш Балтийский знак. Мы были Балты. Одним народом мы были. Я говорю, что мы исторически ближе, чем латыши останутся.